Четвертый год подряд региональное отделение Союза десантников проводит пеший марш-бросок протяженностью более 30 километров. Начинается шествие в Тамбове у Вечного огня и завершается на центральном кладбище города Рассказова на могиле героя России Александра Камягина, погибшего в Аргунском ущелье во время Чеченской войны. Участники марша вспоминают его подвиг и героизм тех, кто в разные периоды истории погиб, защищая Родину. Те, кто отдал свою жизнь на войне или в горячей точке, живы всегда, особенно в сердцах семьи и людей, близких по духу. Марш-бросок организуют ко дню рождения Александра Камягина, словно говоря о том, что жизнь героя, как и память о нем, не имеет конца. Пути участники были около 8 часов и, конечно, им было очень непросто, но тем, кто сражался насмерть, защищая свой народ, пришлось намного сложнее. Вам, молодые люди, сегодняшний день трудно. Вы просто представьте себя на секундочку, как им трудно было в горах. Вот 30 километров прогулялись с пешком. Вы почувствовали в своих мышцах боли. А там не только мышцах, и в сердцах, и в головах. Они думали об одном. Они думали, как не пропустить бандформирование, которое хотел прорваться. Они бились. Бились насмерть. Слава героям Акина. В символичном марш-броске участвовало около 40 человек. Десантники запаса из города Расказово, Воронежа и Борисоглебска, учащиеся у Варовского кадетского корпуса. Приехали мичуринские ребята из военно-спортивного клуба «Дружина», воспитанники военно-патриотического клуба «Русский», Центра допризывной подготовки молодежи «Волк», поисковики отряда «Альтаир» из города Тамбова. Большинство участников – совсем молодые ребята, и им только предстоит служба в армии. Многим из вас, почти всем из вас, еще идти служить в армии, еще жить. Вы сейчас начинаете думать, с кого же делать жизнь, на кого взять пример. Кто-то, допустим, возьмет пример какого-нибудь крутого бизнесмена, кто-то Бэтмена, еще кого-нибудь. Я, ребята, скажу, что нам нужно брать, вам нужно брать, в первую очередь, пример вот таких мужиков, как Саша Комялян. Рос неприметный паренек, ходил в школу, так же, как и вы, учился. Вот, пошел в армию, вот, остался там на контракт. И когда наступил момент, у каждого в жизни бывает момент, когда или ты остался мужиком, мужчиной, выполнил свой долг, или ты просто струсил и убежал. Вместе с участниками марш-броска «Почтить память бойца» пришли его родственники и руководство города и союза ветеранов. Они сказали спасибо маме Александра Татьяне Алексеевне за воспитание героя и возложили к его могиле цветы. Союз десантников долгое время добивался создания музея, посвященному герою России Александру Комягину. И это, наконец, произошло. Участники марша посетили музеи, где выставлены не только фотографии Александра и 6-й парашютно-десантной роты, в которой он служил, но и кадры Великой Отечественной и Афганской войны. Музей участники марш-броска посетили впервые, а вот из Тамбова в Рассказово многие шли уже не в первый раз и не жалеют, хотя это очень непростой путь. Идти тяжело физически, устают ноги, забиваются. Ну и пока нагрузки, автомат, РД, все-таки тоже. Долгий путь от начала до конца вместе с мужчинами и юношами прошла девушка. Алине Ломакиной всего 16 лет, но она не испугалась, потому что понимает, это необходимо для того, чтобы помнили. Каждый год отряды собираются и ходят марш-бросок, ну, чтобы почтить память, потому что в наше время забывается то, что сделали герои Советского Союза, или просто обычные люди. И мы, чтобы не забывать, чтобы все помнили, чтобы наши предки, чтобы мы, чтобы наши потомки, чтобы помнили все их... Завершился поход у памятника погибшим воинам, где к отрядам присоединились школьники и учителя школы, в которой учился герой России. Им выпала в жизни особая честь, чтобы мы говорили, не были, а есть, чтобы их имена на граните и стали особым свечением в веках засияли. Организаторы марша поблагодарили участников и вручили им памятные подарки. Затем были возложены цветы к памятному мемориалу. Дарья Белозерова, Максим Соколинский, Новости, ТВ Рассказыва.